Кинокомпания Позе представляет Билла Бойда в фильме «Раскрашенная долина». Кларк Гейбл в роли Ренса Бретта. 25 февраля. Уже 4 месяца мы скачем на запад. И уже почти что достигли раскрашенной долины. Думаю, к заходу солнца мы доберемся до заброшенного лагеря. «Раскрашенная долина» «Раскрашенная долина» «Раскрашенная долина» Ты мне поможешь, Кэш? Конечно, помогу. Бедный мальчик. Сдается мне, что с этого момента нас будет трое, Кэш. Да, и мне так кажется. Чем бы его покормить? Может быть, сушеным мясом? Ты совсем не соображаешь. Сварим ему овсянки и дадим немного свиного жира. Иди ко мне, малыш. Сварим ему овсянки. Сварим ему овсянки. Сварим ему овсянка. Ну, давай. Ты мне поможешь с мальчиком, Кэш? Конечно, помогу. Мы спасли тебя. Иди ко мне. Пойдёшь? Я научу тебя стрелять. Маленький ангелочек. Вылитый ты. Да, он очень похож на меня. Правда, Билл? Вот так. Вот так. Я его одел. Билл любит папочку. Билл любит папку. Вот так вот. Держи Попей это, Билл Тебе понравится Не давай ребенку эту гадость И не называй его Биллом Запомни, Кэш Холдбрук Мы назовем его Дональд Булл Камерон Запомни ты, Джефф Камерон Мы назовем его Буффало Билл Холдбрук И когда только из тебя выйдет этот дурь? Что ты сказал? Из меня? Ты пожалеешь о своих словах И если ты собираешься ехать дальше А ты собираешься остаться здесь у этого водоема Вода для этих краев это главное И мы останемся здесь Нет Мы нет Ты да Нам не завладеть этой землей Я поеду дальше, на запад Я терпел твое упрямство с первого дня, Джефф Теперь с меня хватит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если ты хочешь дальше, на запад То тебе пора трогаться А я позабочусь о Дэнне Билл поедет со мной Ни за что Ты его не достоин, Холдбрук Он Камерон До мозга костей Он еще слишком мал, чтобы знать, какая ты свинья, Камерон Но я ему расскажу Ты не выстрелишь в Дэна? Правда, Камерон? А если ты хочешь продырявить мне спину То лучше сразу сверни Биллу голову Похоже, все эти годы мы с Биллом Холдбруком потратили на вражду друг с другом Хоть дела у него идут и лучше, чем у меня Ни за какие деньги я не пущу его скот к своему источнику Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мария Эллен Да, отец Иди сюда Послушай, землю Стадо! Да Значит, я был прав, Мария Эллен Когда я увидел этого Билла Холдбрука сегодня утром То сразу понял Они что-то задумали Отец, не переживай, это бесполезно Кэш Холдбрук испортил пацана, Мария Эллен Он был вылит и я, когда я нашел его Если они попытаются напоить здесь свое стадо Наши винчистеры им не позволят Мне кажется, надо развернуть стадо, мистер Холдбрук Иначе мы выведем их к водопою Хорошо, разворачивай Ты прав, Кирби Мы не приближались к земле Джеффа Камерона много лет Не станем делать этого и сегодня Если еще не слишком поздно, конечно Ничего страшного Там у водопоя нет особой охраны Кроме самого Камерона и его дочери Думаю, что настанет день Когда и они не будут для нас помехой Слушай Что это было? Пеший человек Не с места Чего тебе надо? Воды Замочилась жажда Я Ренс Брэд Пришлось пристрелить лошадь, я ее загнал Это ближайшая вода, которую я отыскал Я не местный Значит, ты не знаешь Кэша Холдбрука? Кого? Давай, попей Спасибо, мистер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак А кто такой этот Холдбрук? Вы о нем ничего не слышали? Мисс, я из Монтаны Направляюсь в Нью-Мехико Как тебя звали в Монтане? Брэд Как и здесь И я еду в Нью-Мехико В смысле, я ехал Когда у меня была лошадь Похоже, теперь мне придется задержаться здесь, мистер С кем имел честь познакомиться? Камерон Меня зовут Джефф Камерон Моя дочь, Мария Эллен Очень приятно, мисс Камерон Это моя вода Единственный водопой между ранчо и железной дорогой Здесь все обращаются за водой ко мне Все, кроме одного Кроме Холдбрука? Да Ему приходится ходить за водой далеко 27 миль по пустыне Теряя живой вес с каждой милей Почему? Спички есть? Если они почувствуют воду, мы не сможем остановить стадо Никакая сила их не остановит Только Джефф Камерон Я женился и построил здесь дом Кэш продолжал давить на меня Через месяц после того, как умерла мать Мари Он хотел вынудить меня продать землю Но я устоял Устою и сегодня В каком смысле? Вот в таком Мисс, вы будете стрелять? Буду, если Холдбрук придет на нашу землю Хорошо, я с вами Может, вам нужен помощник? Я неплохой стрелок Мне все равно Тогда давайте так Мне все равно надо найти работу, чтобы купить лошадь Начнем сегодня Они приближаются Седлай коня, поедешь с нами Идет Сегодня они и близко не подойдут Они очень нервничают Могут сорваться в любую минуту Будем ждать их здесь Мари Эллен, спрячься за скалой Брэд, иди с ней и наблюдай Я останусь здесь Не упусти хороший шанс Они почуяли Что происходит? Камерон нанял людей в помощь Они отгоняют наше стадо от водопоя Что случилось? А вот что Холбрук потерял стыд Он нанял людей, чтобы гнать свое стадо к моей воде Хочет обвести меня вокруг пальца Камерон 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 Бывали времена и похуже Мы потеряли всего несколько голов Джефф Камерон Джефф Камерон объявил войну, когда отогнал мое стадо Не успокоюсь, пока не выживу его отсюда Интересно, кто ему помогал? Это я тоже выясню И когда я узнаю Успокойся Это были мои люди, отец Ты отогнал наше стадо Что это значит, сын? Пойми, отец Я сделал это, чтобы вы с Джеффом Камероном не поубивали друг друга И кто просил тебя выступать в роли моего спасителя? Вы с Джеффом поссорились из-за меня, отец И когда я узнал, где наше стадо, то решил остановить его И выставил меня дураком, не говоря о потере скота Отец Вы с Джеффом не жалели друг для друга последней рубахи? Последние годы вы ненавидели друг друга? Но еще не поздно Я покажу тебе кое-что Ты видел это? Что это? И что дальше? Это вольфрамовая руда Значит, там может быть серебро и золото Они обычно находятся рядом И я обнаружил большие залежи Но есть одно но К чему ты клонишь? Человек, которому принадлежит это место, не знает об этом И не сможет добывать золото Он банкрот У тебя есть деньги Я знаю технологию Ты можешь помочь ему А он твой бывший друг Теперь ты понял, о ком я? Это Джефф Камерон? Джефф Камерон Ему нужна твоя помощь, отец Он стар Очень устал Он пойдет тебе навстречу Я правильно понял? Ты хочешь, чтобы я пошел на примирение с ним? Думаю, сейчас подходящее время Я вырастил тебя сам Один Я отправил тебя в школу горных инженеров Верно Я всегда прислушивался к твоему мнению Хотя оно почти всегда отличалось от моего Но я никогда не думал, что ты будешь давать мне советы Как подружиться с Джеффом Камероном Я не советую, отец Я прошу тебя Мужчина должен отвечать за свои поступки Когда я нашел тебя в пустыне Я не знал, что за кровь течет в твоих венах Очевидно, она не моя На этом спокойной ночи А когда я проснусь завтра утром Тебя здесь быть не должно Вы с Джеффом были друзьями Пока стена не разделила вас Она сделала вас врагами Но однажды Я разрушу ее Прощай Отец Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, мисс Мэри Стоять на месте, Билл Холбрук Отец дома Мне надо поговорить с ним Надо совсем совесть потерять, чтобы прийти после вчерашнего Вчерашнего? Не пытайся отрицать Я лично видела тебя, когда ушло стадо Ты можешь гордиться тем, что разоряешь нас Мне действительно надо поговорить с твоим отцом Мы ни за что не продадим нашу землю Я разберусь с ним Ты пока приготовь лошадь Ренс Брэд скоро вернется из города Что ты здесь делаешь? Мистер Камерон, надо поговорить Мне не о чем с тобой говорить Будет, когда я скажу, о чем разговор Меня ничем не удивишь Заходи в дом Ну и Что бы ты ни говорил, следи за языком Привет, Мария Эллен Привет, Татапа Пойдем, дорогая Смотри, лошади тебя ждут Они соскучились по тебе Пойдем Мария Эллен Ты все красивее день ото дня Как твоя, дорогая? Разленилась, старая кляча Ты был в городе, Татапа? Как раз оттуда Боже мой, город у меня все силы забирает А ты куда собираешься? К отцу пришел Билл Холбрук И я собираюсь проследить Билл Холбрук? Да Черт возьми Я забыл рассказать тебе новости Послушай, послушай меня Утром я ехал мимо дома Холбрука Они живут по дороге Поэтому я всегда проезжаю мимо Может, мне лучше начать сначала? Да Моя земля и моя вода для прииска Верно Что ж Можно взять кредит на много лет Но я не возьму Холбрука в партнеры Только тебя Если ты достанешь заем на прииск То я тоже смогу Конечно сможешь, Джофф Послушай А зачем тебе брать заем? Ты поругался с Кэшем Холбруком? С Кэшем? После того, что он для меня сделал? Нет, но он в обиде на тебя Я угадал? Я знаю Кэш не согласился бы работать со мной Так же, как и я с ним И он разозлился на тебя из-за этого Джефф Кэш думает, что прав, обижаясь на тебя Так же думаешь и ты Но вы оба ошибаетесь Я сказал ему об этом Теперь говорю тебе И однажды вы оба поверите в это Никогда Даже не пытайся Я не отступлю И я тоже Кто прав, решит судный день Я не приближусь к Холбруку Что ж Это и моя фамилия Постой Если подумать, ты Камерон По происхождению Я нашел тебя Ты выбрал меня отцом Прямо у этой скважины Много лет назад Правда, Джефф? Конечно Я знал, что однажды ты придешь ко мне Твое место здесь Я не откажусь от тебя, Билл То есть, Дэн Что бы там ни было Дай мне это И мне сказали, Мария Эллен Что это Билл отогнал стадо Кэша Холбрука И тот выставил его из дома Мне надо в город уладить Некоторые вопросы Я вернусь через неделю Когда Кэш Холбрук узнает об этом Он лопнет от злости Ко мне Увидимся через неделю Удачи Джефф, как я рад тебя видеть Какие новости? Все хорошо Значит, это был Билл Холбрук И вы с ним подружились? Точно, подружились А ты знаешь, что у них произошло с Кэшем? Да Я всего ожидал от Кэша, но выставить из дома собственного сына Что ты хочешь сказать? Собственного сына Он мой сын То есть... Как это... Он мой сын теперь Мне надо сказать тебе кое-что У меня нет причин уважать тебя Я ненавижу все, что связано с твоей фамилией Но я должна сказать... Прости за то, что я сказала Я не знала, что это ты отогнал стадо вчера вечером Не надо извиняться, мисс Мэри Ты обворожительна Даже с Винчестером Что ты хочешь сказать? Очень многое Если у нас с отцом все получится Ты будешь иметь все, о чем только мечтала Все, чего ты достойна Мне даже не верится, что такое чудо могло произойти с нами Руда была там всегда И мне приятно, что это именно я нашел ее Знаешь, пустыня забрала у отца все силы Я не знаю, сможет ли он выплатить весь заем Но я буду поддерживать его Мэри Эллен Посмотри на эту пустыню В самой дали Почти на горизонте Ты видишь одинокие скалы? Когда я был маленьким Вечерами я любил смотреть на их тени Я представлял их чем угодно Дерущиеся драконы Спящие гиганты Огромные монстры, которые, как стемнеет, могут утащить меня Я тоже представляла такое Но теперь это в прошлом В прошлом? Конечно Вскоре я поняла, что это всего лишь большие камни Но до этого ты их немного боялась, да? Да, боялась То же самое и с людьми Где-то вдалеке ты представляла себе ужасного человека По имени Кэш Холбрук Для тебя он был одним из монстров, которых ты представляла Но я жил рядом с ним Знаю его характер И для меня он Добрый человек Самый лучший Знаешь Мне еще никто никогда так понятно не объяснил Ты подумаешь, что ненормально, если я Попрошу у тебя прощения За все эти годы Не стоит, Мария Эллен Ты ничем не обидела меня Надеюсь, что и не обижу Заня Спокойно, соблюдайте очередь Мы сделали это, мы молодцы Вот он, наш первый рудник Мы успели в запланированный срок Не стоит торопиться Знаешь что, Джефф? Банку главное получить деньги вовремя Я знаю, срок завтра Поэтому эти повозки должны уже трогаться Наш приз платежеспособен Кажется, я готова к отправлению этих повозок Надеюсь, ты сама не поедешь? Конечно, поедет Мария Эллен всегда мечтала учиться в школе, правда? Мне будет очень одиноко без вас Перестань, у тебя будут каникулы, чтобы навестить нас Пойдемте Скажи, что здесь происходит? Почему там столько народу собралось, а ты здесь? А что? А, попрощаться с Марией Эллен? Я тоже уезжаю Я уже отработал свое, надеюсь, меня отпустят А что, она ждет этого? Не знаю Но ведь она уезжает Уезжает на учебу Да, я знаю Прекрасная идея Хотя Билл Холбрук так не считает Да? Почему? Она единственная девушка в округе Думаю, она ненадолго расстается с этим героем Билл Холбрук будет наведываться в город Каждую неделю в другую Да? Тогда все в порядке Я на это надеюсь Перестань, я не выношу твоих слез Береги ее, Карсон Для того, чтобы все было в порядке Я не пожалею лучшего Брэнди Разобью об их колесо Пойдем Брэд! Приветствую всех Отправляясь в дорогу Надо соблюдать традиции наших предков Обычно они разбивали бутылку рома, оно с корабля И я хотел бы взять на себя почетную обязанность Благословить эти повозки Черт возьми, счастливого пути Прощай, Брэд Что случилось? Ничего Все готово, босс Хорошо, трогайте Прощай, Мариэллен Прощай, Билл Обещай, что скоро приедешь А ты как думаешь? Прощай Прощай Билл, забудься об отце Можешь на меня рассчитывать Пошла Это Кэш Холбрук Мы едем по его территории? Да Отсюда и до самого города Его земля Пошла Пошла Живее Кажется, у Билла и Камерона Дела идут неплохо Наверное Вперед Вперед Кажется Продолжение следует... 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 Ты уверен, что она в порядке? Да, они прорвались. Уже в городе, наверное. Ребята, отнесите его ко мне. Дойл, приготовь коней, мы поедем в город. Я возьму с собой две повозки, приготовь все. Хорошо. Тысячу долларов тому, кто захочет грузить первую повозку. Ты уверен, что это был Кэш Холбрук? Да. Это были его люди. Я встретил их на обратном пути. Я знал, что это он. Кэш Холбрук сделал это. Кэш замешан в этом не больше, чем я. Кому, кроме него? Перестань, Джефф. Ты не прав. Мы должны доставить семь тонн руды до завтрашнего утра в город, или наш рудник перейдет банку. Я поеду сам. Серьезное ранение, Чарли. Не беспокойся обо мне. Все будет в порядке. Выздоравливай. Я поеду с тобой. Если Кэш Холбрук думает, что ему все сойдет с рук, ты останешься здесь. И запомни мои слова. Я довезу руду. И никому не остановить меня. Ты понял? Никому. Быстрее, ребята! Никому. Я не понимаю, что нам tenemos здесь. Продолжение следует... Кэш Холдин. Корректор. Испать их есть. Вода. Все кто-то пойдет, говорит. Чтение следует. Ск�로сти нас. Кэш Хол SQL. Они гонят нас к каньону. Я знаю. Что скажешь, Слим? Я об этом не думал. А ты? Мне очень жаль, ребят. Угощение за мой счёт. Не жалейте выпивки. Шериф вернулся? Нет, он уехал в Ред Рокс. Вернётся завтра. Время есть? Здравствуйте, судья. Город приветствует вас. Вы всегда желанные гости. Как чувствует себя леди? Она... Сейчас Дэн вам расскажет. Как Мариэллен себя чувствует? Я отвёз её в Гильроуз, чтобы она отдохнула. Всё в порядке. Не считая того, что она хотела вернуться обратно на рудник верхом на лошади. Да. Билл Холбрук? Да. Этот парень вечно впереди всех. Как ты, Санта-Фе? Всё в порядке. У меня для тебя письмо. Спасибо, Санта-Фе. Выпьешь? Спасибо, не откажусь. Наливай, Санта-Фе. Только посмотрите на эти условия. Семь тонн вольфрамовой руды и семь тонн шлака. Да, условия просто кабальные. Вот был знать имя этого человека. Банкира? Стилсон. Для него и пять минут имеет значение. Думаете, он справится с рудником? Теперь это не имеет значения. Я тоже брал заём. Текс, впрочем, тоже. Как вы думаете, кто это сделал? Ограбил повозки? Я бы сказал, это Кэш Холбрук. Это достаточно серьёзное обвинение. Хоть мы и не в зале суда, я это понимаю. Но ведь у тебя нет доказательств. Он прав. Холбрук ни перед чем не остановится, когда речь идёт о Джеффе Камероне. Эй, Кэш Холбрук только что появился в городе. Да. Что за шум? Это Билл. Билл. Привет, Билл. Помогите, у нас здесь раненый. Поднимайся сюда. Я залезу с другой стороны. Радуюсь, что ты жив, Билл. Аккуратно, ребята. А ты узнал, кто это? Пока что нет, не было времени рассмотреть. Скажи, Мария Эллен, жива-здорова? Да, отдыхает у Гиль Роуз. Я закажу выпивку, Билл. Хорошо. Ты видел, кто это был? Нет, они старались загнать нас в каньон. Да, то же самое они сделали и со мной. Надо быстрее разгрузить повозки. Да. Санта-Фе, можешь проследить за этим? Конечно, Билл. Справимся за 10 минут. Коменса. Не беспокойся. Я выполню все условия, которые входят в договор. Билл. Слава богу, ты жив. Я знала, что ты повезешь следующие повозки, и я бил. Кто-то должен был повезти их. А я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Со мной все в порядке. Но когда ты соберешься обратно, я тебя не отпущу. Я этого не вынесу. Дорогая. Судья Мэтью, вы не могли бы поженить одну молодую пару, часа, скажем, в четыре. Если я правильно понял, о ком идет речь, то сочту... за честь. Брэдли, ты можешь сообщить об этом Джеффу? Конечно, Билл. Бак? Как насчет умыться и причесаться? Могу принести мыло и расческу. Если хочешь. Приготовьтесь к взрыву. Все идет по плану? Да, все в порядке. Единственное, Камерон, если я прав, хотя могу и ошибаться, я пойду открою загон, чтобы лошади не испугались. Давай, Брэд. Так вот, я хотел сказать, хотя могу и ошибаться, но если я прав, то кто-то берет у меня порох. Берет? В смысле, ворует? Да, сэр. Сегодня я посчитал, сколько пороха у меня осталось. И оказалось, что часть его пропала. Кстати, сегодня я почти не спал ночью и слышал что-то подозрительное. Причем ворует кто-то из наших. Послушай, Джефф, что я скажу. Прошлой ночью, когда я не спал, я слышал, что здесь кто-то что-то делал. И когда я узнаю, кто это? Что это? Кто-то выстрелил? Дай бог, чтобы так. Кто начал взрывать без предупреждения? Никто. Мы не знаем, что происходит. Быстрее, на безопасное расстояние. Пострадавшие есть? Нет, все успели укрыться. У меня была одна надежда. Этот рудник. Теперь нет и его. Брэд. Отправляйся в город. Мне боюсь не добраться. И скажи Биллу, что рудников Камерона больше не существует. Значит, Билл, решил жениться? Сначала основал компанию, теперь взялся за семью. Да, этот парень родился в рубахе. Поздравляю. За все 30 лет, что я работаю судьей, я еще ни разу не видел такой счастливой, идеально сочетающейся пары. Вы молоды, и у вас все впереди. За самого отважного жениха, Билла Холбрука и его прекрасную невесту. Спасибо, сыдья. Давайте за это выпьем. А сразу после свадьбы мы с Баком приготовим барбекю на ранчо и приглашаем весь город. Включая Кэша Холбрука? Здравствуй, отец. Подай мне Брэнди. Холбрук? Джефф Камерон послал меня найти тебя. Что случилось? Страшное. Рудник разрушен. Весь приз похож на гору щепок. Ничего не осталось. Кто-нибудь пострадал? Первый взрыв предупредил всех. Рабочие успели выбежать. Взрыв. Что это значит? Что случилось? Прогремело 4 взрыва. И последний разрушил все. Значит, плохи наши дела. А что говорят? Говорят то же, что и весь город говорит. И что же? Кэш Холбрук. Ты знаешь, кто такой Кэш Холбрук? Нет. Он и Джефф Камерон были врагами много лет. Он вырастил мальчика. А потом выгнал его из дома. Все говорили, что он очень любил этого мальчика. Но как он мог сделать это? Они с Джеффом Камероном стали партнерами. И с того момента он возненавидел Камерона. Как никогда. Причин, чтобы сделать это, у него было больше, чем у кого-либо. Думаешь, он сделал это? Нет. Каминсо. Как только откроется банк, распередись, чтобы деньги с моего счета перевели в банк на погашение ссуды моего мальчика. Билла. А мне еще рюмочку. Спасибо, Кэш. И еще одно. Половина моей доли твоя. Это ты так решил? Вы и сейчас принимаете суде? Мне нужно оформить кое-что, судья. С радостью. Каминсо. Каминсо. Ты понимаешь, что это значит? Я совладелец рудника Камерона. Это дает мне свободу. Мне надо торопиться, чтобы отогнать скот к его водоему. Сегодня. Что будешь пить? Налей пиво. Кэшу, холбруку. И все проценты? Мою долю. Джефф Камерон, здесь? Да. Я его работник, мэм. Подпиши документ. Судья, лучше вы отдайте ему это. Что насчет свадьбы? Пригласить его? Я бы с радостью, но он не придет. Увидимся в конторе в 4 часа. Хорошо, судья. Судья, я собираюсь привезти стадо на водопой Камерон. Только не говорите Биллу. Это его сильно расстроит. У Билла неприятности. Где Билл? Ушел. Я найду его. Остановись. Привет, Джефф. Вроде бы все улажено. И у меня появился шанс спросить руки Мэри Эллен. Что, если твой партнер станет твоим зятем? Ты мне не партнер. Не станешь и зятем. Для меня. Что это значит, Джефф? То, что мне пришлось признать. Ты предал меня. Я все время убеждал себя, что ты не Холбрук. Но это так. С этого момента и до конца жизни не приближайся ко мне. Что я такого сделал? Продал меня Кэшу Холбруку. Джефф, мы были разорены. Кэш предложил помощь, и я принял ее. Конечно, принял. Почему нет? Ты подписал документы, думая, что помогаешь мне. Ты помог мне. Он все время пытался напоить свой скот из моего источника. Наконец, ему удалось. С твоей помощью. Ты не прав, Джефф. Не прав? Разве он не пригонит свое стадо сегодня? Ответь мне. А откуда ты знаешь об этом, Джефф? Ты мне еще не ответил. Я спрашиваю, откуда ты узнал? Рэнс Брэд оказался там. Ты не учел этого. Мариэллен. Ты же не веришь, что я мог поступить так? Нам пора собираться в контору. Время почти подошло. Не знаю, стоит ли. В каком смысле? Давайте выпьем. Спасибо, не хочется. Что ты задумал? Джефф, не выпускай Мариэллен из дома. Кэш Холбрук не напоит ни одной коровы из моего водоема. Нет. Не надо. Не выпускай Мариэллен из дома. Я везде ищу тебя, Билл. Это все Брэд. Что он сделал? Он сказал кое-что, что показалось мне подозрительным. Что? Дело даже не в том, что он сказал, а как он сказал. Я ждал тебя, Кирби. Сегодня мы напоим наше стадо из водоема Камерона. Да? Я пришел сказать, что Джефф ищет тебя. Да? Да. С 44-м калибром. Боб, я думаю, ты прав насчет Брита. Я уверен, что прав. Кэш Холбрук в баре? Нет, он ушел. А Брэд там? Да. Не ходи за мной. Он поймет, что мы здесь. Мы уедем из города. Он был в серебряном долларе совсем недавно. Спасибо. Мариэллен, я не пущу тебя никуда. Тебе не стоит в это вмешиваться. Открой калитку немедленно. Нет, не открою. Джефф сказал никуда тебя не выпускать. Татапа, открой калитку. Ни за что. Привет, Кэш. Привет, Джим. Ищешь Джеффа Камерона? Предположим, да. Он собирался в серебряный доллар. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Брэд, ты должен ответить мне на один вопрос. Никогда не думал, что смогу убить человека. Но в твоем случае мне придется. Брэд, это ты все сделал? И то, что ты сделал, поссорило между собой близких нелюдей. Отвечай. Говори громко, чтобы все слышали. Скажи, что это не Кэш, Холбрук. Если ты соврешь, я сразу пойму. И тогда, Брэд, я убью тебя. Ладно, Холбрук. Получай. Это я все устроил. Повозки, взрывы. Все остальное. И сделай снова, если ты или любой другой встанет на моем пути. Доволен? Все это слышали? Полагаю, что да. Шагай вперед. Шагай вперед. Я не знаю, кто из вас стрелял первым, но вы оба Мозилы. Ты мне поможешь с мальчиком, Джефф. Конечно, помогу, Кэш. Кэш. Билл, что случилось? Всего лишь одно. Мы немного опоздаем на нашу свадьбу. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией «Инфофильм» по заказу компании «Светло». «Инфulum» по заказу компании «Инф» по заказуinflammанию «Инф» по заказу processo». Продолжение следует...